Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами про разделение труда при продвижении сайтов. Это действительно сегодня важно, чтобы получить успех и действительно продвинуть свой сайт. Почему хочу этим поделиться? Потому что у нас клиенты часто спрашивают, почему вы не пишете тексты, почему вы не оптимизируете техническую составляющую сайтов. 10 лет назад, когда мы только начинали развивать наше агентство, у нас были копирайтеры, которые писали практически все тексты на сайт клиентов. У нас был программист, который работал удаленно и неполное время. Он занимался нашим сайтом, он занимался всеми клиентскими сайтами. И действительно в те времена это хорошо работало, потому что это был низкий уровень конкуренции. Технологии растут, все развивается. Возьмите любую сферу, возьмите, допустим, медицину. Есть хирурги, есть терапевты, есть стоматологи. Возьмите автомобильное направление, к примеру, там ремонт автомобиля. Есть вулканизация, есть тот, кто занимается ремонтом кузова, покраской, ремонтом двигателя. Так же само это начало происходить непосредственно именно в продвижении сайтов, потому что сегодня, так как технологии улучшились и вырос огромный уровень конкуренции, сегодня 1 миллиард 700 миллионов сайтов в интернете и все они хотят получать органический трафик. И поисковые системы стали более человечные, потому что они сегодня обслуживают именно нужды человека. И один копирайтер сегодня не может написать тексты для всех тематик. Вот, к примеру, вы хотите куда-то путешествовать, вы что будете делать? Вы будете читать отзывы людей, которые были в каких-то странах, потому что если это напишет человек, который там не был, просто взял отрератил какую-то информацию, вы сразу почувствуете какую-то фальшь, вы не будете воспринимать эти отзывы, вот эту накрутку. То же самое, к примеру, вы возьмете и зайдете там на какой-то медицинский сайт, представляете, чтобы тексты писал не специалист, который не потратил там много лет обучения в университете, не прошел необходимую практику, и это будет человек, который взял просто отрератил текст. Какая ценность будет этого текста? Вы только похороните ваш проект, потому что эту фальшь почувствует любой посетитель вашего сайта. Тексты должен писать специалист, который хорошо знает вашу тематику, который специализируется. Это должен быть кто-то в вашей команде, или это может быть какой-то удаленный специалист, который действительно тоже постоянно работает в этом направлении. К примеру, для нашего блога пишут специалисты, которые работают либо в других SEO-компаниях, либо являются собственниками маркетингового бизнеса. Они пишут для нашего блога, потому что сегодня это важно, чтобы писал специалист, который действительно знает тематику. Любой другой специалист, он напишет какую-то ерунду. Вы представляете, если вы поручите SEO-компании проверять тексты, и они не являются специалистами этого направления, потому что мы маркетологи. К примеру, я ежедневно трачу 4 часа в день просто читать новости, пересматриваю какие-то YouTube-каналы, слушаю аудиоподкасты, я постоянно улучшаю свои знания, читаю книги по маркетингу. Вы думаете, я могу узнать какие-то другие направления? Все же я знаю свое направление. К нам приходили клиенты разной специализации, приходили бинарные опционы, мы когда продвигали их сайт, они спрашивали, интересно, как это вы продвигаете, если мы тут 5-10 лет учим это направление, и как вы будете продвигать то, что действительно сложно дается. Но первоочередно мы маркетологи, мы смотрим на конкурентов, смотрим их методы продвижения, мы начинаем внедрять для наших клиентов. Но мы не можем оценить качество текстов, написанные не специалистами, если ты не являешься специалистом этого направления. Каждый бизнес, он в первую очередь должен думать про своего покупателя, то есть любого посетителя сайта, который пришел к вам на сайт, он должен почувствовать, что это действительно написано специалистом. И Google ввел этот параметр IT, это expertise, authority, rozwordiness, который означает, что тексты, информация, она должна вызывать доверие. Это должно быть написано квалифицированным специалистом, оно должно иметь какой-то авторитет. Если этих параметров нет, вы не получите результаты. SEOшник не сможет проверить качество контента вашего сайта с точки зрения написания его для клиента. Да, SEOшник может проверить технический аудит, он вам составит план, мы это действительно делаем постоянно, мы составляем контент планы, мы делаем то, что мы можем, но мы не создаем тексты. И многие компании, большие компании, они давно уже ушли от того, что они пишут тексты для клиентов. Клиент должен в первую очередь найти специалистов, которые будут писать для них эти тексты, либо это в их команде, либо удаленно, но он должен действительно знать это направление. И качество написанного текста должен проверять именно собственник бизнеса, который каждый день работает с клиентами, он понимает, качественный этот контент или нет. То же самое с программированием. Вот просто представьте, огромное количество сайтов. У нас сегодня только для нашего сайта трудится практически фулл-тайм два программиста, которые хорошо знают про платформу WordPress. Я вам скажу, чтобы им исправить какие-то определенные элементы, они просто иногда уходят неделями. Я вам скажу, мы нашли этих специалистов, наверное, ну так, если сказать, и сотни, просто и сотни, чтобы нам подошел и ценник, и качество их услуг. Раньше один специалист, который работал в неполное время, мог оптимизировать там 10-20 сайтов, в том числе и наш, взять, подправить код, что-то сделать, это было действительно легко. Сегодня это настолько уже сложно, потому что платформы стали тяжелые, множество информации, большой уровень конкуренции. Если вы хотите иметь успех, вам нужен иметь специалист, который будет специализироваться на вашей платформе и работать на вас, если не фулл-тайм, но хотя бы там какое-то частичное время. Но этот специалист должен быть постоянно с вами. Сео-компании, если вы, говорят, что в рамках бюджета это все сделают, это делается некачественно. Во-первых, они забирают деньги из бюджета, которые необходимы на продвижение. Во-вторых, как правило, любой специалист, который берется за проект, он не может исправить ошибки, там, даже за неделю-две, и иногда этот процесс идет годами. Я вам скажу, даже по нашему сайту исправление идет годами. Но это не означает, что надо останавливать продвижение, ждать, пока она годами исправится, потому что это постоянный процесс улучшения. Вы должны постоянно улучшать контент на вашем сайте. Я вам скажу, мы вот контент на нашем сайте уже просто создаем много лет, постоянно его оптимизируем, улучшаем. И это, скажем так, грубо говоря, вы пользуетесь автомобилем, мы постоянно меняете колодки, вы постоянно меняете масло. То же самое вот в продвижении сайтов. Нужен один программист или два, который будет постоянно работать с вашим проектом, постоянно или удаленно, и это будет тогда давать результаты. Если вы поручите это SEO-компания, во-первых, их программисты, пока они возьмутся, пока они разберутся, каждый проект это свои тараканы. На это только уходит от нескольких недель, чтобы просто понять, что там было и как, то нескольких месяцев не может программист сесть сразу и разобраться. Ему надо время, ему надо понять, углубиться в проект. Когда он уже его хорошо знает, тогда он действительно уже показывает хорошие результаты по оптимизации. Поэтому крупные компании, поэтому наша компания уже давно не пишет тексты, давно не оптимизирует техническую составляющую сайтов. Мы анализируем конкурентов, смотрим, что необходимо внедрить, какой вид контента необходим. Мы направляем клиента, мы делаем линкбилдинг, мы делаем продвижение в социалках. То есть то, что действительно важно сегодня для получения результатов. Поэтому если вам соошник обещает all-in, я вам все сделаю, я вам и тексты напишу, и оптимизирую, и продвину, а вы проверьте, у них свой сайт хотя бы продвинутый, вы проверьте, какие они проекты ведут. Всегда надо проверить портфолио, количество рекомендаций. И поймите, один специалист не может охватить все направления. Это просто сегодня уже невозможно, потому что технологии действительно сегодня тяжелые. Каждый специалист должен фокусироваться на чем-то одном. К примеру, я вот фокусируюсь на линкбилдинге, на контент-маркетинге. Николай больше там платная реклама, также ICO. У меня англоязычное направление, у него русскоязычное направление. Это действительно важно сегодня именно работать со специалистами, которые хорошо знают какое-то свое направление. Поэтому сегодня сайт это большой проект. Программисты это отдельный участок работы, копирайтеры или те, кто создает отдельный участок работы, дизайнеры, которые также будут создавать уникальный какой-то интересный дизайн для вашего проекта. Поручите это разным командам. Конечно, это снимает немного времени делегировать, администрировать эту работу. Но если вы надеетесь, что вам сводочник сегодня все это сделает, еще даст результаты, я вам скажу, вы просто потратите время, сольете кучу денег и будете думать, что SEO-специалисты неплохо работают. На самом-то деле важно найти специалиста, который действительно хорошо знает именно свое направление, рекламу. И найти специалистов, которые хороши именно тоже в своем направлении. Это либо написание текстов хорошо, которые вот именно знают, которые, скажем так, знают вашу специализацию. И программистов, которые действительно знают вашу платформу. К примеру, это может быть WordPress, Shopify или какая-то там другая. Но они действительно должны знать вашу платформу и дать им время разобраться. И знайте, что сотрудничая с ними постоянно, вы действительно получите результаты. В принципе, это все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, задавайте мне вопросы. Я обязательно отвечу на все эти вопросы в комментариях. И до новых встреч!